Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновск области 29 мая, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Представили свои товары и нашли поставщиков. В регионе прошло сделано в Ульяновской области. Всем шум брат, как отметили мордовский праздник в Ульяновске. Молились о родных и мире. Крестный ход в Ульяновске собрал сотни верующих. В парке семья открыли огород. В регионе завершила свою работу выставка форум производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области». Какую продукцию представили наши производители и что обсуждали на заседании экспертного совета при губернаторе, расскажет Ирина Антонова. Продажа, продвижение продукции региона на национальной международной рынке. Это главная задача традиционной выставки форума «Сделано в Ульяновской области». На мероприятии губернатор Алексей Русских пообщался с бизнесменами и ознакомился с их продукцией. Только что я осмотрел выставочную экспозицию и скажу честно, впечатлен и восхищен многобазью продукцию, ее качеством. Отрадно, что многие предприниматели весьма успешно заняли закрытые ранее иностранными производителями ниши, расширили товарные линейки, освоили новые направления и технологии. Я благодарю каждого из вас за такую достойную работу. Глава региона вручил награды лучшим из лучших в предпринимательской среде. За особый вклад в развитие предпринимательства, почетными грамотами и благодарственными письмами достойны представители делового сообщества, отраслевые специалисты и владельцы фермерских хозяйств. Среди них директор ульяновского хладокомбината Сергей Малышев. По его инициативе предприятие успешно стало использовать бренды «Союзмультфильма». Наш хладокомбинат порадовал любителей мороженого новой продукцией, на упаковке которого красуется всеми любимый герой фильма «Чебурашка». В конце прошлого года мы заключили лицензионные соглашения с кинокомпанией, которая сняла нашумевший блокбастер «Чебурашка». Мы заключили его на три года. У нас есть право производить мороженое под дизайном вышедшего из фильма на протяжении трёх лет на территории России, на территории СНГ. Важной частью форума стало заключение соглашений, которые обеспечат логистику и успешное функционирование канала «Средняя Волга», «Каспийское море», «Персидский залив». Масштабный логистический проект, инициатором которого стала Ульяновская область, является составной частью транспортного коридора «Север-Юг». Он позволит обеспечить прямую доставку сборных грузов от портовых терминалов «Средней Волги», регионов при Волже и Европейской России к Каспийскому морю и далее до портов «Персидского залива» и Индии. Важнейшая задача с точки зрения развития и сельского хозяйства, и сельских территорий, и смешных отраслей, субъектов по Волже, это дать выход продукции агропромышленного комплекса по Волже на мировые рынки. Вот таким самым логическим коротким путем является Волга, Каспий, транзит через Иран и далее в Индийский океан. Торгово-логистический канал «Среднее Волга-Каспийское море-Персидский залив» стал главной темой обсуждения и на заседании экспертного совета при губернаторе, который прошел на площадке выставки. В настоящий момент упаковка проекта находится на завершающем этапе. Контуры его и реализации понятны. С нами уже работают и логистические партнеры, и соседние регионы, это республика Мордовия, Чувашия, Татарстан, Мариэль, Кировская и Пензенская области. Среди гостей мероприятия можно было встретить зарубежных партнеров региона, байеров, специалистов по закупкам и торговым операциям на рынке брендовых товаров. У нас большое количество иностранных байеров, работает Казахстан, Эмираты, Иран, Узбекистан, Азербайджан. Наши коллеги, которые сегодня уже в течение нескольких дней работают по предприятиям, байерским туре смотрят, оценивают. И сегодня практически более 27 компаний, которые работают на B2B здесь, для того, чтобы продвинуть и продать свою продукцию. В Ульяновской области сегодня в малом и среднем бизнесе трудятся более 200 тысяч человек. Это более 30% трудоспособного населения региона. У посетителей в условиях нового времени интерес вызывала продукция консорциума управления военными запасами. В компанию входит несколько юридических лиц из Ульяновской области, Татарстана, Алтайского края и Москвы. В нашей области головное предприятие находится в Димитровграде. Спектр продукции обширен, начиная от экипировки и заканчивая спецсредствами для военнослужащих. Компания разработала на основании полученных рекомендаций от медиков в СВО. Это двойной рюкзак фельдшера. Рюкзак сделан согласно рекомендациям полностью, начиная очень грамотно расположенной логистикой. В рюкзак входит порядка 160 номинований, то есть чем он комплектуется. И на данный момент мы уже производим не единичные экземпляры, а массовое производство. Поставка идет через Народный фронт «Свё для победы», осуществляется в различных подразделениях, у нас есть заказы на это изделие. По соседству с площадкой консорциума расположился со своей продукцией управление Федеральной службы исполнения наказаний. Мы из правительного учреждения здесь выставили продукцию, которая производится в наших исправительных учреждениях, в Центрах трудовой адаптации осужденных. Ассортимент продукции у нас очень большой, достаточно широкий, и наши подразделения тоже сами по себе, они многопрофильными являются. То есть на базе одного учреждения, в отличие, например, от коммерческих организаций, мы специализируем на выпуске большого ассортимента продукции и изделий. Всего на площадке выставки форума ульяновские производители предложили более полутора тысяч наименований продукции. Это изделия легкой промышленности, продуктов питания, строительства жилья, техники, сувенирной продукции. Выставка форума еще раз убедила в том, что производители ульяновской области способны предложить покупателю качественные товары и услуги. Ирина Антонова и Даниил Сурков, Уллправда ТВ. Госпаблики. Официальная страница государственных органов и организаций в соцсетях, где они публикуют информацию о своей деятельности. С 1 декабря в России начал действовать закон, что госучреждения должны вести не только свои официальные сайты, но и страницы в российских социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Как и чем госпаблики помогают людям, расскажем далее. Найти ответы на непростые вопросы и решить разного рода проблемы. С этим активно помогают официальные страницы органов власти и подведомственных учреждений в российских соцсетях. В их число входят и медицинские учреждения. За помощью в госпаблики, поликлиник и больниц обращаются ежедневно и в большом количестве. Группа Ульяновской областной детской клинической больницы действует 4 года. Буквально недавно мы ее верифицировали и теперь эта галочка означает, что это официальная наша страница, которой можно доверять. К нам действительно часто обращаются родители пациентов, задают различные вопросы. Как позвонить, как связаться с врачом. Мы всегда оперативно отвечаем. Неважно, это выходной день, неважно после 6, после рабочего дня, в любое время, в любой день. С вопросом в госпаблик детской больницы обратился и Анатолий Чернов. Ответ получил моментальный. Ему помогли встретиться с врачом и узнать о здоровье родственников. Буквально 5 минут, когда мне предоставили полную информацию. Соответственно, номер телефона дали сразу в больнице, куда позвонить. Также, как говорится, связались с врачом практически сразу. То есть, я объяснил, что с ребенком, что с племянницей случилось. В принципе, я вообще проблему от не вижу, это замечательно. В госпабликах ведут полезные рубрики с ответами на часто задаваемые вопросы. Делятся важной и актуальной информацией, выкладывают новости, приглашают на мероприятия. Основная задача госпабликов – это сделать ту информацию, которую располагает государственное учреждение, органы власти, доступной для людей. Информировать на тех площадках, где люди сидят, где люди смотрят информацию. Это социальные сети. Очень важно давать информацию в удобном виде, давать информацию оперативно. В общем-то, это главная цель данного проекта. Сегодня в Ульяновской области около полторы тысячи организаций ведут официальные странички в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Это более трех тысяч госпабликов. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ. В выходные на трассе Умирного в Чердаклинском районе столкнулись иномарка и автобус. ДТП произошло около 15.00 на трассе Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к городу Самара. После удара общественный транспорт оказался в кювете. Водитель, управляя автомашиной Ниссан Кашкай, двигаясь со стороны города ТВ в сторону города Ульяновска, не справился с управлением, совершил выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, и допустил столкновение с рейсом автобусом ПАЗ. По предварительным данным, в результате ДТП, пассажиры автомашины Ниссан Кашкай и шесть пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Уважаемые водители, будьте предельно внимательными при управлении транспортными средствами. Соблюдайте правила дорожного движения. Семерых пострадавших жителей региона медики доставили в центральную городскую больницу Ульяновска. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Ситуацию на контроле держит губернатор Алексей Русских. Ход и прогноз результатов предварительного голосования «Единой России» обсуждали политологи и социологи. В целом, эксперты позитивно оценили ход электронного голосования, не отметив, что оно позволяет вывести реальных лидеров на территории и с большей долей вероятности определив структуру будущего списка партийных кандидатов, которые примут участие в осенних выборах этого года. В этом году пройдут выборы в законодательное собрание Ульяновской области и городскую думу Димитровграда. Идет этап предварительного голосования. Большинство избирателей приняли участие уже в первый день. Процесс предварительного голосования обсудили в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». На предварительном голосовании по определению кандидатов в ЗСО зарегистрировалось 94 712 человек, проголосовало 55 349 человек. Для выборов в городскую думу Димитровграда зарегистрировалось более 6 тысяч человек, из которых более 3,5 тысяч уже отдали свои голоса. Поговорим о социологических опросах, которые проводили, о недочетах, о успехах в организации предварительного голосования. Могу отметить, что сейчас люди активно принимают участие в голосовании. Работали на площадке и в режиме онлайн. Например, эксперт Центра Присп Алексей Громский отметил, что социологическое исследование выявило высоко конкурентный характер предварительного голосования «Единой России» в Ульяновской области. Сразу несколько кандидатов преодолели 50-процентный барьер голосов. Обсудили эксперты и сам процесс «Праймерис». Система «Праймерис» позволяет оценить потенциал и возможности кандидатов от партии и дает возможность проявить себя новым людям. По словам Максима Зацепина, региональный оргкомитет обладает только количественными показателями. Результаты электронного голосования определяются независимой электронной системой. Юлия Руднева, Герман Баранов, Уллправда.ТВ Весна – пора торжеств национальных. В Ульяновске отпраздновали мордовский национальный праздник «Шумбрат». И гости из соседней республики, и ульяновцы участвовали в этнической феерии. Виктория Черкова расскажет подробнее. Затейливые узоры, яркие наряды, народная музыка. В Ульяновске отпраздновали 10-й юбилейный «Шумбрат». Название переводится как «Здравствуйте». Весеннее торжество приветствия провели во Владимирском саду. Дело в том, что в 2014 году я впервые пришел в автономию, стал ее председателем и задумался, почему же у Чуваши есть свой праздник Акатой, у Татары есть свой праздник Сабантой, а у Мордовы единого праздника в России нет. Ну и немножко подумав, посовещавшись с Министерством культуры нашей области, с Министерством культуры и национальной политики Республики Мордовия, мы пришли к выводу, что необходим единый праздник в России – Мордовский. Затея удалась. В прошлом «Шумбрате» участвовало более трех тысяч людей. И в этот раз праздник прогремел на весь регион. На торжество пожаловали и высокие гости. Губернатор Алексей Русский храдушно принял делегатов из Мордовии. От всего сердца поздравляю вас с этим замечательным праздником. В этом году Ульяновскую область широко и радостно отмечает 10-й юбилейный раз. Это говорит о том, что он стал не темлемой частью нашей культурной жизни и полюбился не только представителям мордовского народа, но и всем жителям нашего региона. На сцене эффектные представления Варма и Росичи, а рядом в парке расположились колоритные площадки. Национальная кухня, аппетитные картофельные ватрушки, соленья, окрошка. Мордовские хозяюшки с гордостью угостили национальными сокровищами. Мордовский народ очень любил каймаки, печь, это ватрушка картофельная. Есть у нас чапа моло, то есть это кислое молоко, блин, естественно блины, каша пшеная, лапшерник. А по соседству с гастрономическими радостями представили выставку литературы и этнических украшений. Так молодой праздник стал доброй традицией по Волжье. Виктория Черкова, Геннадий Бухтайяров, Улправда ТВ. В Ульяновске отпраздновали Велодень. На праздник велосипедной культуры приехали сотни любителей активного отдыха. На надсоборной площади прошли соревнования на беговелах с участием самых юных жителей города, а также соревнования на велосипедах среди спортсменов и любителей. А позже прошел велопарад. Участники проехали по Эспланаде, улицам Спаска и Гончарова, бульвару Пластова и в обратном направлении. Среди участников оказались и первые лица города и области. Я с детства, можно сказать, с рождения катался в деревне на велосипеде. Мой рекорд, я ездил, значит, из города Щелково на Красную площадь и обратно. Это где-то около 70 километров мы со средним сыном такой сделали велопробег у нас был. Поэтому сейчас с удовольствием принимаю участие в этом велопробеге и всех поздравляю с праздником. По Симбирской епархии идет чудотворная Жадовская Казанская икона Божьей Матери. В Ульяновске к крестному ходу присоединилось более пяти сотен человек. Верующие прошли по центральным улицам города до Спаса Вознесенского кафедрального собора. В этом году традиционный крестный ход с Жадовской Казанской иконой Божьей Матери 19-й по счету. За несколько месяцев икона успевает побывать во всех приходах Симбирской митрополии. В областном центре святыню встретили у поклонного креста на месте уничтоженного в 1930-е годы Троицкого кафедрального собора Симбирска. По центральным улицам города до Спаса Вознесенского кафедрального собора прошли более 500 верующих. Люди идут в крестный ход добровольно, по зову сердца, чтобы быть ближе к Богу. Кто-то участвует впервые, а для кого-то крестный ход стал доброй традицией. О чем хотели бы помолиться Божьей Матери? Ну, конечно, о России первой, о нашем христианском, чтобы у нас укрепилась вера. Ну и, конечно, о нашем городе, храме, о наших батюшек и о своей, конечно, семье и о усопших. Мне бы хотелось попросить покаяния у Господа. А мне очень нравится обстановка такая, ну, очень такая она необычная. Помолиться, конечно, о детях, о родителях. Помолиться, кто сейчас у нас защищает нашу родину, за них обязательно помолиться. Ну, и вообще за всех православных. Дай Бог, чтобы был мир и хорошее настроение, и всех здоровые были. Образ Пресвятой Богородицы из села Жадовка издавна почитался в Симбирской губернии, как исцеляющий многие болезни, помогающий при всевозможных стихийных бедствиях. Традиция проводить крестный ход сохранялась до 1924 года. Потом настало безбожное время. Традиция была возобновлена лишь спустя 80 лет. В этот же день священнослужители совершили празднование в честь Собора Симбирских святых. По благословению митрополита оно было перенесено в этом году с 3 июня на 27 мая. В этом году, 3 июня, это Троицкая родительская суббота. И вот, чтобы не совмещать два этих, как достаточно почитаемых в народе праздника, память Симбирских святых была перенесена на сегодняшний день. Для нас это очень важный день, это очень значимый праздник, потому что в этом году по решениям Священного Синода увеличен Собор Симбирских святых. Там в нем было 8 человек, сейчас их 14, прибавлено еще 6. Божественную литургию в Спасово-Зенесенском соборе совершили архипасторы митрополии. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поздравил всех православных ульяновцев с празднованием Собора Симбирских святых, Днем памяти блаженного Андрея Симбирского и возможностью прикоснуться к чудотворной жадовской казанской иконе Божьей Матери. Казанская жадовская икона Божьей Матери будет находиться в Ульяновске до 20 июня. За это время она посетит все приходы областного центра. С расписанием можно ознакомиться на сайте Симбирской митрополии. Анна Тищенко, Данил Сурков, Улправда ТВ. Если нет дачи или огорода, не проблема. В Ульяновске появилась еще одна отличная возможность провести время с семьей с пользой. В парке «Семья» для горожан организовали грядки для посадки сельхозкультур. Кирилл Савосин пообщался с горожанами. Посадили, полили и организовали себе хобби на лето. В парке «Семья» появился семейный огород. Организаторы установили специальные грядки, чтобы сажать сельскохозяйственные культуры. Такая инициатива пришлась по душе многим. Посадить перец, морковь и помидоры пришли целыми семьями. От мала до велика. Подруги Дарья и Анна узнали о проекте через соцсети и сразу решили поучаствовать. Растения подобрали экзотические. Мы еще, конечно, выбираем, но у нас такие, немножко экзотический выбор между дайконом, японской рецикой. Вот даже морковка есть. Ну и так, такая, бейзик. Девятилетний Андрей – один из самых маленьких участников проекта. На грядки парень пришел с мамой и бабушкой. Сажают капусту и морковку. Капусту сажали. Идея пришла просто, чтобы посадить капусту и потом есть, чтобы бабушка сварила суп из нее. Главное условие участия – регулярно ухаживать за посаженными овощами. Проект имеет благотворительную и социальную основу, так как грядки в парке предоставили ульяновцам безвозмездно. Родители с детьми, когда приходят в парк, они не просто сидят на скамейке и ребенок гуляет, а вместе с ним здесь могут что-то поделать. Что-то поделать – это огород. Мы предложили, и вот, в принципе, отклик получился у нас. На начальном этапе проекта участвуют 14 семей. В дальнейшем планируется увеличивать количество грядок и участников, а также открыть такие зоны в других парках. А с условиями участия можно ознакомиться в группе дирекции парка ВКонтакте. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ. 30 мая в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь. Температура днем достигнет 22 градусов, ветер северный до 9 метров в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 23.00, а также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин